Сейчас научу тебя, как правильно писать плохие отзывы в интернете, чтобы не попасть на бабки. Вначале хочу сказать, что если тебе нужна профессиональная помощь, ты можешь смело обратиться. Нужно только позвонить, телефон указан в описании. Не надо писать, лучше позвони. Работаем по всей России. Теперь к теме. Например, ты пошел в поликлинику, там врач тебе нахамил, а ты в сердцах написал плохой отзыв в интернете. До недавнего времени практика была в одну сторону. То есть врач подавал в суд, за компенсацию морального вреда ему отфутболивали. Такая практика была, сейчас все поменялось, буквально вот вчера. Теперь, если ты пишешь отзыв, то ты обязан полностью подтвердить все свои слова. Если раньше говорили, что эмоциональная реакция человека на результат услуги возможна любая, сейчас нет. Сейчас будет назначена экспертиза лингвистическая, и тебя высекут по полной. Для того, чтобы этого не было, ты должен прямо вот по пунктам. Тебе нахамили, ты снял на камеру. Ты написал жалобу, я не знаю, там в регистратуре поднялся к главврачу, еще там жалобу написал. Записался на следующий день на прием к главному врачу, чтобы обсудить эту тему. И если нифига не помогло, потом можешь делать все, что хочешь в интернете, и ты будешь прав, потому что у тебя будет на руках запись. Можешь сделать еще аудиозапись, можешь сделать там фотографии с этим доктором, еще что-то. Но ты должен каждое свое действие подкрепить чем-то весомым, иначе попадешь на бабос. Такие дела. Надо защищать плохих докторов. Берем себе, так сказать, ориентир. Всем пока!